Андрей Кошкин начал свою профессиональную карьеру бойца 13 лет назад с трех поражений к ряду Александру Сарнавскому, Алексею Ефремову и Игорю Свериду, с которым дрался в среднем весе. Это его не остановило, а наоборот замотивировало на новые победы, которых набралось уже больше 20. А уже 22 июля Кошкину предстоит очень важный бой в карьере, который может снова приблизить его к титулу ACA. Соперником станет нокаутер из Киргизии Алтенбек Мамашев. Об этом, нежелании драться в легком весе, атлетизме, опыте боев с Алибаговым Эдуардом Вартаняном, возвращении Альберта Туменова и том, кто должен его встретить в ACA, олдскульных боях, где раунд длился по 12 минут и многом другом в сегодняшнем видео. С вас лайк и комментарий, какой исход должен сложиться в бою с Мамашевым, ну и если вдруг кто не подписался, то обязательно исправляйтесь, ведь каждый день у нас выходит новое интересное интервью. С Сарнавским у меня такой бой достаточно, мы дрались в цирке в Новокузнецке, у нас там клетка, и все, у нас получается, регламент был 12 минут бой, один раунд. Да, один раунд 12 минут, если никто не выигрывает, 3 минуты уже считают очки. Сегодня в гостях у Вестника ММА боец Айсей Андрей Кошкин. Андрей, привет, рад тебя видеть, расскажи, какими судьбами в Алтае правильно понимаешь, что здесь решил сделать финальную подготовку к бою с Султенбеком Мамашевым? Ну да, так совпало, что как раз вот такие сборы, где мне нужно добрать, я уже как бы в режиме подготовки, два месяца был в хорошей форме, и здесь как раз собрался хороший состав, как раз две недели добрать, поспаринговаться, побороться, все, и спокойно уже ехать домой, делать вес и подводиться к бою. Две недели у меня как раз будет на это. То есть ты сразу отсюда не поедешь, еще вернешься в Новокузнецк? Да, я возвращаюсь в Новокузнецк, недалеко здесь буквально 400 километров в неделю в Новокузнецк. Сделаю работу какую-то, ударную, такие уже тренировки, более соперника, тактические тренировки, тренировки со сгонку, бег какой-то еще, и диета уже начнется. А в Сочи, получается, ты за сколько поедешь? Да, буквально за два дня до боя, я как бы, там нету такого, чтобы заранее приехать, да, я почти всегда прилетал там за два-три дня, ну и в этот раз вот полечу за два дня, прилечу, на следующий день взвешиваю, мне как бы, если тяжелые веса сгонки, да, конечно, лучше заранее, мне в принципе 6 килограмм, я оставлю 4 туда, здесь ничего сложного не будет, прилечу, отдохну и сделаю вес, все. Уверен, что Андрей легко сделает вес, и его бой с Алтенбеком выйдет на загляденье, также я рассчитываю и на бой другого яркого бойца, но уже в UFC Мухаммада Макаева. Наш надежный партнер из Лиги Ставок видит его сверхуверенным фаворитом с КФом 1.1 против 7 у Чарльза Джонсона, также на этом турнире подерутся Никита Крылов, КФ 1.53 с Александром Густавсоном, КФ 2.5, и еще много интересных ребят, расклады на которых можно найти на сайте Лиги Ставок, ссылка, как обычно, в закрепленном комментарии под видео, и там же отличный бонус для новых пользователей и крутые розыгрыши призов. Я из Питера сюда летел, и, как я понимаю, что у вас время одинаковое с Новокузнецком, да? Да. И это же 4 часа разница в Сочи будет, как вот не боишься акклиматизации? У меня такого никогда не было, да, ну, 4 часа это не так много, в принципе, но все равно, если там бой будет, да, получается 8-9 вечера, по-нашему, 12 час ночи, ну, когда у меня такого никогда не было, что вот бой скоро, да, и ты там хочешь спать, ты все равно на адреналине, ну, и последние дни постараюсь сделать тренировки там 8-9 часов вечера, попозже уже, ну, последнюю неделю примерно, не в 6-7 вечера, там, на час, на два сдвину, и этого будет достаточно для меня. Расскажи немножко про соперника, сейчас он на ходу, и, ну, многие говорят про силу удара, сейчас также в этом тренировочном сборе находится твой одноклубник, Вася Курочкин, и очень тяжелые травмы он получил в бою с Аутенбеком. Ну, да, соперник серьезный, такие у него очень сильные размашистые удары, можно сказать, такие, за счет мощи он их наносит. Ну, здесь не нужно идти в открытый размен, просто нужно работать, сделать какую-то работу, да, под него, там, чтобы не пропускать эти удары. А по поводу боя Вася Курочкина, ну, как бы с ним разговаривал, и по бою я видел, что Вася, ну, сам не свой, да, у него была тяжелая веса сгонка, он сейчас поднялся на категорию выше, потому что, как бы, крупный для 77, и тяжелые веса сгонки, вот, и в бою видно было, что, ну, как я знаю, как Вася работает на тренировках, борюсь с ним, там, спарингуюсь, и как он работал в бою, что он был рассыпанный, вот, и по поводу тяжелых травм, это все веса сгонки, это я знаю по себе, у меня так же все было, когда я уходил 70, и после год-полтора максимум, там, травма, полгода-год восстанавливаешься, там, год-два боя, один сделаешь, это хорошо, сейчас 70, я могу 2-3 боя спокойно делать, в том году я вот сделал 4 боя, и, как бы, для меня, ну, не было, там, ни травм, ни каких-то спадов, потому что веса сгонка все равно дает о себе знать. Ну, то есть, правильное решение было перейти в 77? Да, правильно, это, наверное, одно из самых правильных решений. А ты же всегда был большим легковесом, и ты первые бои, как раз, начинал, по-моему, в 77, ты же со Сверидом дрался, с Арнавским. Ну, тогда не было такого, там, да, как бы, профессионализма, бой предложили, все, там, за неделю мог, да, поехать, например, я в М1 дрался с Мустафаевым, мне за неделю позвонили, там, на 77, ну, у меня в ЕС 81-82 был всегда, там, я не гонял, все, я согласился, поехал, там, ну, а потом уже, когда пришел в ECA, уже более профессионально начал относиться к этому, и несколько боев провел в весовой категории 7,7 килограмма, и понял, что там парни очень большие, тогда, может, опыта у меня и поменьше было, и уровень, вот, пониже, сейчас, как бы, и уровень поднял свой, и навыки, и, в принципе, сейчас не чувствую, там, да, такой разницы, что если даже с Али Баговым, там дрался с ребятами, ну, много у меня боев, 5 уже, 7,7, и я себя нормально чувствую и по физическим, и по функциональным данным. Я так смотрел, когда вы работали с ребятами, ну, может быть, еще сказывается то, что ты на какой-то диете сейчас сидишь перед боем, но ты такой самый атлетичный, и так получаешься из крупных парней. Ну, как Шарал Гри, да, с кем, кто сборы здесь проводит, и мы давно с ним знаем все, и по копашке бились, там, и так по панкратиону, что я, там, с 15 лет такой, как сейчас, ну, действительно, я с 14-15 лет сухой, такой, это мышечная масса у меня выраженная, вот, и никаких диет у меня, там, ничего сейчас нет, это, как я начал готовиться, получается, начало апреля уже такая, ну, полноценная, можно сказать, подготовка втягиваться, все уже, вот, и к лету у меня вес сам потихоньку, у меня 85, это 86 был, сам упал вес 83-84 у меня сейчас, ну, как бы, кушаю нормально, не отказываюсь себе ни в чем, я сам бы хотел, чтобы у меня побольше вес был 85-86, то есть, ну, не получается набрать, вот, у меня метаболизм хороший, и плюс тренировки такие, лето, жара, и вес сам упал, и вот. То есть ты даже с диетологом не работаешь? Нет. А не было мысли, может быть, все равно, там, знаешь, какой-то правильный рацион, чтобы было больше энергии, там, какой-нибудь? Да, ну, как-то нет, такого нет, ну, получается, за дни 10, за 2 недели, начиная диету, ну, там, когда сам, я уже, в принципе, разбираюсь на 70, когда гонял в легкий вес, я так нормально разобрался в этом, потому что все сам, там, ну, нет такой возможности, нет у нас, там, диетологов таких, да, которые будут тебя вести, там, высчитывать это все, вот, и сами все, и сам себе, можно сказать, тренер, да, там, диетолог, и сам себя должен контролировать. Есть, конечно, команда, которая поможет, подскажет ребят, там, да, с командой, но все равно ты сам должен контролировать все эти процессы и вести себя. А если не секрет, вот последние 4 килограмма, как ты говоришь, которые ты оставишь, это будет просто сауна? Ну, да, сауна, бег, ну, это, в принципе, полтора-два часа, так, можно сказать, не напрягаясь, ну, помучаться, помаленько придется, и... А как ты решил вообще, ты говоришь, что, ну, атлетичный был с 14 лет, как ты вообще решил выступать в 70 в свое время, ну, учитывая то, что ты крупный парень очень? Ну, вот, в 77 попробовал себя, да, там, посмотрел на ребят, когда, наверное, в 2015 году гран-при было, когда первый, там, Альбердо Раев был, я с бразильцем, с бразильцем у меня первый бой был, потом у Стар был, не помню, кто еще, ну, по-моему, восьмерка была, вот я первый бой выиграл, но сломал, там, два пальца, а бразильца, он тогда вес не сделал, килограмма два, по-моему, и он, ну, сказал, что гонял где-то около, там, с 98, ну, 100 где-то весил, и с 77 отгонял, ну, я понял, я с ним, так, тяжелый бой сложился, просто он на меня, когда сверху ложился, я не мог себе под него вылезти, не знаю, как я там вылазил, вот, и все, после этого решил на 70. В этом гран-при будет драться человек, с которым у тебя был прошлый бой, Али Багов, он будет драться в рамках гран-при легкого веса, ну, самый главный вопрос для фанатов, как ты думаешь, вот, после того, как ты с Баговым подрался, причем бой очень конкурентный получился, при его физической мощи, ты думаешь, сможет 70 вернуться? Ну, я думаю, что сможет, но это надо задолго, за глубокое время начать диету, да, сбрасывать вес, ну, держать себя, не набирать там, не знаю, ну, я видел, что он был в Таиланде, сейчас там, наверное, у себя готовится, ну, я думаю, что он чувствует, понимает, какая ответственность, да, это гран-при, и здесь ты, ну, на тебе лежит ответственность, ты должен вес сделать, я думаю, что он это все понимает, и я думаю, что уложится он веселый в эти годы все. А что по бою Рашиду Магомедов-Али Багов? Ну, это будет интересный бой, вот мне самому интересно Рашид, он, как бы, да, такой возрастной вроде как боец, но все видели там бой с Арнавским, пять раундов, да, хоть там и не было такой борьбы прям ожесточенной. Я знаю Рашида, я с ним в Америке, в Америке, в Америке он тот тим встречался, тренировались, я знаю, как он борется, как он чувствует борьбу, просто может, да, там, не дать Али бороться, он может сам где-то перевести его, да, на его, там, на контратак, ну, и я думаю, что у него борьба не то, что выше уровня, чем у меня, он ее лучше чувствует, потому что он все-таки дагестанец и тренируется, там постоянно у них, знаете, все едут в основном туда за борьбой, а ударка у него, ну, мне кажется, у нас примерно один уровень ударки, но борьба у него, чувство борьбы у него лучше, чем у меня. А что вообще по гран-при думаешь, какого-то явного флорита, может быть, там видишь, у тебя есть опыт противостояния, ну, с двумя участниками, получается, Багов и Вартанян. Все, ну, примерно одного уровня бойцы, у кого-то борьба, да, там, у кого-то ударка, и здесь, наверное, кто будет лучше готов эмоционально, психологически настроен, да, кто лучше подойдет к бою, вот, и тот и выиграет, это гран-при, а так уровень бойцов совершенно, ну, на одном уровне, там, не сказать, что там, вот этот, это вот, там, выиграет так, этот, так, всякое может быть. А, кстати, когда искали восьмого участника гран-при, не было к тебе предложений? Нет, предложений не было, даже если было, я бы не согласился, нет. Такие созгонки уже, там, лишние травмы, понимаю, что мне это не нужно, нет, я вот спокойно, 77, это моя рисовая категория, и все, и здесь надо уже идти, титул здесь. Просто Багов тоже говорил такую историю, что хоть он и, там, очень тяжело переносит висогонки, ну, и мы тоже видели, что иногда висогонки его, как раз, ну, мешали ему в бою, он говорит, что на кону очень большая сумма, и эта сумма его мотивирует. У тебя такого нет, что, типа, 200 тысяч долларов, плюс, там, какие-то еще бонусы за время? Ну, да, ну, конечно, сумма, да, хорошая, такая, значительная. Ну, и бойцы, уровень бойцов, чтобы забрать эту сумму, это нужно, наверное, полностью выключиться от всего и посвятить себя тренировкам, подготовке, веса с гонкам, восстановлению. Это надо, нужно, чтобы работала целая команда тебя, тренера, диетологи, вот как ты сказал, да. Тогда, конечно, можно, я думаю, а так, лезть туда, чтобы себя попробовать. Если туда идти, то идти только за победой, я считаю так. Есть какое-то понимание, сколько ты сейчас сказал, что идешь за титулом в 7-7? У тебя было два титульных захода же, правильно? Ну, в смысле, в ASE? В ASE с Вартаньяном и Багов. Нет, с Багов не титулный у нас в пятераунду, и главный бой вечера, ну, а как бы это, можно сказать, претендентский бой, ну, скорее всего, бы он был. Но я думаю, если все хорошо будет складываться, конечно, хотелось бы этого, и сейчас я на это нацелен. Ну, нужно выигрывать Алтенбека, нужно выигрывать еще, как минимум, потом один бой хорошего соперника, топ-3, топ-5, да, и дальше уже будет видно либо претендентский, либо титры. А что по поводу какого-то, ну, знаешь, твоего ощущения, в какой-то, там, стадии пути находишься? Просто у тебя карьера достаточно насыщенная была, ты выступаешь, ну, да, кстати, тоже почти 10 лет же, да, получается? Да, давно, в 2008 году у меня первый бой с Александром Савнавским был как раз у него первый, у меня мы начали свою карьеру. Какое у тебя сейчас ощущение? Ощущение, что сейчас вот, наверное, то время, когда нужно уже идти за поясом, что уже пора, потому что дальше уже тянуть, ну, как бы возраст, ну, 32, да, мне известно, сколько еще все это продлится, я себя хорошо чувствую, слава богу, что есть еще порох, еще и желания, и глаза горят, вот, там нету там мыслях такого, что устал, надоело, там ничего не получается, все хорошо, я чувствую, что расту, что хочу, но когда-то может в один момент, да, может даже резко переключиться, и поэтому сейчас надо к этому идти и прийти, я думаю, в ближайший, там, ну, год, может даже, там, до конца этого года. Хочешь тоже по именам поговорить о 77 килограммах? Сейчас возвращается Альберт Туменов в вашу весовую категорию, это экс-чемпион, и, ну, неизвестно, дадут ли ему сразу бой за титул, вот, если ты пройдешь Алтенбека, я знаю, что бойцы не любят, там, заглядывают за спину, но все равно, интересное было бы имя Альберта Туменов в 77 килограммах? Да, конечно, это хороший боец, чемпион бывший, но я думаю, что, ну, ему нужно, сейчас я проведу бой, и он, наверное, тоже, я думаю, до этого времени проведет бой, и там уже видно будет, так бы, конечно, неинтересно было, и с ним будет провести, и там много еще ребят, с кем я не бился, да, Люджи Мурад Хирмагомедов тоже хороший боец, тоже идет на серии побед, я думаю, может, ему с Альбертом Туменовым бой сделают, вот, нашу пару потом, да, победителей сведут, там много можно интересных противостояний сделать. И раз ты вспомнил про 2008 год, ты начал свою карьеру с трех поражений, это был Сарнавский, Ефремов и Сверид, как ты после вот трех, ну, и тогда же тоже они были все молодые бойцы, как после этого ты все-таки решил продолжить, потому что, ну, обычно сильно демотивирует бойцов, что, типа, могли бы быть не мое. Еще раз говорю, тогда такого не было, что вот, все, профессиональные подготовки, ну, тренировались, готовились, да, с Сарнавским у меня такой бой достаточно, мы дрались в цирке в Новокузнецке, у нас там клетка, все, у нас, получается, регламент был 12 минут бой, один раунд. Да, один раунд 12 минут, если никто не выигрывает, три минуты уже, ну, считая тачки, и где-то на шестой минуте он меня на треугольник поймал, ну, по боею я вел, перебивал его там, а тогда еще не знал даже, что такое треугольник, вот, и все, и залез туда, на него начал добивать, и попался на треугольник, вот, ну, как-то, конечно, расстроился, но все равно тренировался со свиридом, вот, это тема не своей, своей категории, тренировался, там ребята, ну, казахские будут, приедут с Казахстана, ну, хорошие, ну, ничего, нормально. Это в Ридере, да, по-моему? Это там же у нас было в Новокузнецке, да, также в цирке, тот же регламент, приехал на взвешивание, так спокойненько, 82 встал и свирид, но он тогда, наверное, под 90 весил, но больше, наверное, даже и на 84 гонял, и он тогда был, ну, на пиковой, наверное, своей форме, на подъеме, вот, тоже такой у нас бой был, ну, так, сколько я не помню, тоже пол раунда, наверное, минут 6 отбились 5, и все, и он на меня сверху залез, и там я уже не смог из-под него вылезти, он меня задушил тоже. И с Ефремовым та же история, на 84 там кандидат по боксу, поедешь за неделю до бой, ну, не знаю, да поеду, что там, то, и все, вот, и эти, а потом уже как-то, ну, если уж драться, надо готовиться, там, какие-то, более профессионально, и потихонечку-потихонечку начал уже с головой подходить ко всему, к этому, ну, уже так, основанно профессионально, это уже с ИСЕИ у меня началось. Долго шел? Долго, да. Окей, Андрей, спасибо тебе за интервью, интересно получилось. Друзья, вы подписывайтесь на инстаграм Андрея Кошкина, он появится внизу экрана, также подписывайтесь на инстаграм и телеграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой, приедем на бой, будем смотреть, и удачи тебе желаем. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии, и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.